Дорогие друзья, приветствую всех жителей нашего любимого Улан-Удэ и всех жителей Республики Бурятия. Вы смотрите программу де-факто с Борисом Ангархаевым и сегодня мы будем вновь обсуждать проблему, вернее многочисленные проблемы нашего любимого озера Байкал. Итак, сегодня у нас в гостях следующие гости. Во-первых, это, конечно же, общественный деятель, единственная дама в сегодняшней программе, это Маргарита Морозова. Между прочим, она еще является кандидатом в праймерис Единой России. Также у нас присутствует Евгений Владимирович Кислов, российский диолог, эколог, правозащитник, ведущий научный сотрудник и заведующий лабораторией диохимии, рудообразующих процессов, диалогического института СОРАН. В общем, работает у нас в БНЦ Евгений Владимирович. Более того, он является председателем комиссии по экологии и рациональному природоиспользованию общественной палаты Республики Бурятия. Ну, во всяком случае, так написано в Википедии. Ну, и сразу хочу сказать, что программа де-факто выходит на федеральный уровень, и сегодня у нас в гостях чиновник федерального масштаба. Это Амерханов Амерхан Магомедович, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Я также посмотрел Википедии, там был огромный список, в общем, дел, которыми занимается Амерхан Магомедович. И из этого нас интересует следующее. Итак, у нас Амерхан Магомедович координирует, курирует и контролирует деятельность управления Государственного экологического надзора, а также организует и координирует работу по осуществлению Государственного надзора за использованием охраны водных объектов. Вот такое длинное, в общем, у меня вступление сегодня. Ну что же, я приветствую вас, дорогие коллеги, и первый свой вопрос я, наверное, задам все-таки Евгению Владимировичу Теслову. Евгений Владимирович, а вопрос у нас следующий. Дело в том, что среди вот многих жителей нашего города и нашей республики сложилось такое впечатление, что вся вот эта деятельность вокруг Байкала, она, скажем так, неоднозначная, мягко говоря. Ну, во-первых, всех интересует вопрос по поводу водоохранной зоны вокруг озера Байкал. То есть с 80 километров сократить до 500 метров. Вот ваше мнение в этом вопросе. Да, конечно, ситуация очень неоднозначная и политизирована к тому же. Но я считаю, что действительно постановление, распоряжение правительства Российской Федерации, которое было принято 5 марта прошлого года, о создании водоохранной зоны озера Байкала в таком большом диапазоне от 10 километров до 80 километров, все-таки чрезмерное. Поскольку существуют довольно жесткие запреты в водном кодексе, и плюс эти запреты, они наложились на запреты центральной экологической зоны. В результате на этой территории практически невозможно не то, что развитие экономики, но и просто жизнедеятельность людей. Поэтому ставится вопрос о сокращении. К тому же в процессе принятия этого распоряжения не было проведено согласование с регионами, общественной экологической экспертизы, общественных слушаний. То есть было много нарушений. Но с другой стороны 500 метров, это просто такая формальная цифра, это самая большая предусмотренная водным кодексом водоохранная зона, предусмотренная для океанов и морей, кстати говоря. Поэтому в данном случае речь идет так немножко о формальном подходе. И к тому же то, что сейчас предлагается депутатами Государственной Думы, правительством Бурятии идти путем изменения водного кодекса, закона об охране озера Байкал, это очень сложно, долго и вряд ли достижимо, как я бы сказал. Ну хорошо, Евгений Владимирович, у меня есть маленькая ремарка по этому поводу. Вот смотрите, специально для того, чтобы людям, которые живут на берегу озера Байкал, специально для их удобства и комфорта сокращают водоохранную зону до 500 метров. Но ведь эти люди все живут в этой 500 метровой зоне. Что это меняет? Это же чистый бред. Ну не все все-таки эти люди живут в 500 метровой зоне. А во-вторых, как раз вот я... Что вот это вот 500 метров, это формально довольно. Речь идет об уникальном экологическом объекте, экологической памятнике природы всемирного значения, озере Байкал. Для него специально принят специальный закон об охране озера Байкал. Есть специальная разработка Института географии Минисачава Иркутского, на которую было потрачено 10 миллионов бюджетных рублей, где сделан проект этих границ в зависимости от природных условий конкретных. То есть там, где отвесные скалы и нет фактически влияния на Байкал, там 40 метров. Там, где примыкают дельты и рек, водноболотные угодья, там 5 километров. То есть этот проект учитывает природные особенности. И в данном случае можно учесть как раз и интересы людей, которые проживают в населенных пунктах на Байкале, проживают уже в течение сотен лет. А некоторые, Кударинские, Ольхонские, они там живут уже тысячелетия. Ну что же, Евгений Владимирович, спасибо вам большое. И теперь у меня вопрос к Амирхану Магомедовичу. Амирхан Магомедович, ну вот вы только что услышали мнение Евгения Владимировича, и хотелось бы сейчас ознакомиться с вашим мнением по поводу ситуации вокруг природо-водоохранной зоны, вокруг Байкала. То есть вообще все эти законы были приняты в Москве, я думаю, вы про них в курсе. И у меня два вопроса. Как такое вообще возможно, что один закон противоречит другому, и населению нельзя жить нормально? И каким образом, вы думаете, можно выйти из этой ситуации? И тем не менее, он и его создание, многие, наверное, коллеги, в том числе и Бурятии, помните этот процесс, водоохранная зона является темной частью центральной городской зоны. Просто у меня емко-голевая церковь, это основная зоробайка, и она должна входить в состав территории, которые включены в центральную городскую зону. Поэтому, когда вводный кодус менялся, было принято решение, что водоохранную зону на Байкале устанавливается согласно закону об охране зоны Байкала. Мы в итоге сделали то, что сделали сегодня, поэтому я согласен полностью. Работа, которая была сделана в географии Академии наук имени Сачавы, тогдашним во главе Антиповым Александром Николаевичем, таким прекрасным человеком, и эту работу мы не смогли завершить тогда по разным причинам, в основном характер вертилистского, а не подержек. Работа была завершена до высокого ступени готовности, она полностью соответствовала тому, что сказал Евгений Владимирович, именно учетом экологической, геоморфологической, социальной обстановки, эта водоохранная зона полностью соответствовала тем требованиям, которые необходимо обеспечивать защиту. Поэтому и моя позиция совпадает с этой, вернее, и приступить к обеспечению с этими нормами, принять городскую зону не 500 или 200 метров линейно, это очевидная глупость. У меня из-за грубости может быть, поскольку оно рассечет, и не только последние пункты, и ради случаев это вообще приведет к неразмысленному нормальному хозяйствованию. А то, что предлагается институтам, и то, что требовалось по нормативным актам того времени, когда мы есть требования, которые связаны именно с естественными научными данными, и в том числе и вот то, что было сказано, я полностью поддерживаю. Другой вопрос, что члены правительства нельзя отпускать и не обязаны принимать, и приняли то, что приняли, совместили с границами центральной экологической зоны, границей водоохранной зоны. Формально на сегодня могу сказать, ни одно лицо, ни одно родственное лицо не принесло в соответствии с нарушениями, связанными с водоохранной зоны. Дело в том, что нормы, ну, режим водоохранной зоны поглощен, по сути дела, требованиями, нормами охраны центральной экологической зоны по закону об охране Киробайка. Поэтому сказать, что это сильно помешало гражданам населения и юристам начать свою деятельность, я бы не сказал, но полно согласен с вами с тем, что необходимо эту норму привести в соответствии с требованиями и жизненными, и нормативно-правыми населениями. Амирхан Магомедович, я правильно понимаю, вот секунду, давайте вот это подытожим. Амирхан Магомедович, я правильно понимаю, что вы согласны с Евгением Владимировичем в том, что вы сами против формального подхода и этих 500 метров. Вы все-таки за то, чтобы с учетом все-таки местности эту зону использовать. И совпадает ли ваша личная позиция с позицией Федеральной службы по надзору? Да, совершенно совпадает, поскольку наша позиция была доведена до сведения руководства и на заседании международной комиссии по озеру Байкал. Это единственный координирующий орган, созданный в исполнении норм закона об охране озера Байкал. Поэтому я откровенно, объективно заявляю, что это моя личная позиция тоже. Поэтому, но министерство выбрало иной путь, поэтому они внесли в правительство 500 метровую зону и, соответственно, документ находится на рассмотрении. Если это будет принято, естественно, мы его будем исполнить. Но мы свое мнение довели. Я считаю, что все-таки необходимо вернуться к той нормальной схеме, которая была ранее предложена, но не реализована. Более того, могу сказать, что, видимо, к этому близко будет позиция и руководство, по крайней мере, пока решение не принято. Ну и самое главное, ведь водоохранная зона для чего создается? Для охраны водного объекта. Но если в эту водоохранную зону попадает все, что не попадя, и никаким образом обеспечить режим, установленный, невозможно реализовать, то смысла в нем никакого смысла нет. Давайте исходить из разумного подхода. Совершенно право Евгений Андреевич, когда он говорит, что там проживали люди тысячу лет, и они попадают в эту зону. Но что ж теперь делать-то? Мы не можем запретить им проживать, запретить их благополучию. Мы не можем этому себе позволить. Более того, я хотел бы сразу подсеркнуть нашу позицию, главную. Что все, что делается там, не только в защиту озера Байкал, но и ради граждан, ради благополучия населения. Все, кто проживает на берегу озера, в центральной Казахстане, по разным данным, от 120 до 120 человек живут. Уровень жизни не должен быть хуже, чем на других территориях страны. Поэтому мы не можем себе позволить ухудшить условия обитания и проживания. Ну что же, Амирхан Магомедович, спасибо вам большое за ответ. Я думаю, что в этом контексте мы с вами... Спасибо вам большое, мы сейчас к вам обязательно вернемся. И сейчас у меня вопрос, собственно, к Маргарите Морозовой. Маргарита, скажи, пожалуйста, вопрос у меня к тебе следующего содержания. Вот Амирхан Магомедович сейчас говорит, что они, дескать, там в Москве не могут себе позволить как-то ущемить права жителей, которые живут на берегу озера Байкал. Но они это уже сделали, вполне себе позволили. Они и так ухудшили жизнь людей, которые живут на берегу озера Байкал. Вот прокомментируй, пожалуйста, слова наших собеседников на отчет. Ну, что касается ухудшения жизни местного населения, там, говорилось и об ущемлении конституционных прав. Вот все заявления, которые касались принятия водоохранной зоны в той части, что людям нельзя жить, хранить, вести любую хозяйственную деятельность, подчеркиваю, они не совсем соответствовали действительности. То есть не настолько, не так строги были запреты, как их малевали. Но и самое здесь обидное было то, что в Бурятии постановление 368-е также связались с отказами в регистрации прав собственности на землю. И связывали, и подавали это в республиканские СМИ именно под соусом, то, что это связано с водоохранной зоной. Вновь установленной. Я недавно проводила встречу с населением, мы выезжали в Турку, где, собственно, своими ушами слышала именно вот эту версию от людей. Именно об этом говорили люди, что приняли 368-е постановление, нам запретили приватизировать землю в собственность. Мы с экспертами ОНФ разобрались, что же это было. И, собственно, буквально на днях получили комментарии бурятского Росреестра. Здесь произошло неправильное чтение закона. Отказы в регистрации прав на землю были связаны исключительно с тем, что населенные пункты находятся в границах объекта всемирного наследия. И это никак не связано с водоохранной зоной. Об этом нам и сказали. И это же было написано в судебных решениях. Маргарита, извини, я тебя прерываю. Получается, мы сокращали водоохранную зону именно под тем напором. Так, слушай, ну если людям на Байкале так распрекрасно живется, и все, что им мешает для житья, бытия, это только ЮНЕСКО, то зачем вообще менять водоохранную зону, если это не в интересах населения, если и так все у них замечательно? Зачем сокращать до 500 метров? Ее нужно сокращать не до 500 метров. И тут я все согласна в этом мнении. Ее нужно, и мы тоже поддерживаем решение о том, что нужно водоохранную зону на Байкале устанавливать в соответствии с проектом, разработанным Институтом географии именно Сачак. Именно с этим предложением мы вышли к президенту Российской Федерации, Владимиру Владимировичу Путину эти предложения. Я лично передала господину Данскому, министру природных ресурсов, на что Сергей Ефимович сказал, что рассмотрит эти предложения, и они будут рассмотрены. В законы еще принятия 500 метров не принят, грозили, что это будет сделано в сентябре, но, надеюсь, мнение общественности будет услышано, и тем более, если есть разумный вариант, то нужно, конечно, выбирать его. Тем более, здесь федеральное ведомство с нами согласно. Тут произошла только какая-то кальция. Маргарита, слушай, тогда к тебе такой вопрос. А ты в курсе, что многие твои коллеги и конкуренты по вот этим праймерис Единой России, они как раз ратуют за 500-метровую зону в интересах жителей, собственно, которые живут внутри этой 500-метровой зоны? Вот прокомментируй, пожалуйста, они правы или нет? Ну, вот здесь и вызывает изумление, и даже возмущение, потому что, если принять 500 метров, как уже было сказано выше, это не решает проблему месту. Именно вот тот самый поселок Турка, куда мы ездили, он сам, весь поселок, это 500 метров, и люди плакали, говорят, нам что 500 метров, что километров, мы вот, у нас здесь берег, здесь гора, и мы попадаем в эту зону. И мы нашли решение этой проблемы, то есть если проблема в том, что люди хотят земли, нормальное условие, вот жили сто лет, нужно свой участок передать внукам, правнукам и так далее. Мы придумали, как это сделать, проанализировали с нашими экспертами, если здесь проблема только в том, что в регистрации именно земли, в том, что населенные пункты входят в объект всемирного наследия, есть возможность, не нарушая конвенцию, в соответствии, по-моему, с пятой статьей, просто можно исключить, вывести населенные пункты из объекта всемирного наследия. И это сделано уже, было как-то пять населенных пунктов, уже выведены из, изначально были из объекта всемирного наследия, это крупные города, промышленные центры. То же самое нужно сделать и здесь, и вот с этим предложением мы будем выходить дальше и его продвигать. Здесь, правда, нужно будет провести гигантскую работу, всем ведомствам собраться и наконец-то сделать. Нужно будет утвердить, по нашему разумению, границы населенных пунктов, закрепить их, провести кадастровые необходимые работы. И главное, прописать режимы хозяйственной деятельности, которые будут там действовать. И тогда, именно таким образом, люди в границах населенных пунктах смогут реализовать свое право на землю. И это решит многие вопросы. Вот я думаю, Амирхан Магомедович с нами тоже будет согласен в этой части. Ну слушай, Маргарита, Маргарита, тогда... И таким образом мы ставим водоохранную зону, принимаем по проекту Сачауэ. Маргарита, здесь все понятно. Но ты согласна со мной, что твои коллеги-конкуренты по праймерис, в том числе и действующие депутаты, они либо с этой 500-метровой зоной несут какую-то ахинею, или это все-таки какой-то тонкий расчет. Почему они так делают? Зачем нужен этот бред? Сами задаемся этим вопросом, зачем нужен этот бред общественности и семьи. Все, все, Маргарита, хорошо. Самое интересное, знаете, что... Давай вот мы сейчас к Евгению Владимировичу обратимся, у меня есть к нему еще один вопрос. А вопрос, вот с чем связан Евгений Владимирович, вопрос будет к вам. Дело в том, что, ну есть вот эта водоохранная зона... Можно чуть-чуть добавить, да? Нет, 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 ты добавишь, но немного попозже. Дело в том, что вот есть эта водоохранная зона, но что от нее толку, если она все равно не работает, если никто ее не соблюдает? И вот у меня вопрос к Евгению Владимировичу. Вот конкретно, Евгений Владимирович, вы же неоднократно бывали в Холодинском месторождении, да? которая находится в 74 километрах от Байкала. Оно сейчас входит в водоохранную зону. Скажите, пожалуйста, Евгений Владимирович, вот вы там были, как вы думаете, она соответствует вот этим экологическим водоохранным нормам? То, что сейчас находится на месторождении в Холодненском? Да, сейчас это месторождение входит в водоохранную зону, но при этом я хочу сказать, что то, что оно находится в пределах водоохранной зоны, как раз не исключает его отработки. Потому что у нас масса месторождений разрабатывается в водоохранных зонах. Это россыпи золота, россыпи алмазов, которых очень много золота, по крайней мере, у нас в Бурете. В настоящее время там ситуация экологическая очень тяжелая. Это, во-первых, брошенные две штольни с отвалами. Отвалы находятся на очень крутом склоне к реке Холодной. Из штолен течет оранжевые ручьи, которые не замерзают зимой при минус 50 градусах. Причем они такой цвет имеют из-за разложения сульфида, цинка, сфалерита, который содержит много кадмия. Кадмия – это один из самых токсичных элементов. Ну вот я сам был как-то там в конце апреля, это глубокая зима там, и видел мертвых соболей, которые попили этой водички. Это река Холодная, которая впадает в Кичеру, Кичера впадает в Байкал. С другой стороны стоит поселок Перевал, разрушенный, электростанция, керносклад, где вот керна, руда вот эта, прямо на берегу реки Тыя. Все это стекает в Тыю, Тыя впадает в Байкал, на дельте Тыя стоит сервер Байкал. Евгений Владимирович, у меня маленькая… То есть ничего не было сделано для рекультивации аль. Евгений Владимирович, но дело в том, что нам, мне лично, вот в этой программе, хозяева вот этого самого месторождения, сказали, что оно заморожено. А заморожено – это подразумевает комплекс работ, который предполагает экологическую частоту, скажем так, чтобы спустя там 10 лет можно было вернуться, все распотронить и продолжить, так сказать, изыскание. Неужели они сказали неправду? Нет, они сказали правду, просто я поясню. То, о чем я говорю, было сделано во время георазведочных работ. Все это закончилось в 90-м году. Лицензия была получена несколько лет назад. Компании из группы компании «Метрополь», они получили эту лицензию, немножко привели в порядок поселок и начали спасать этот керн для того, чтобы потом снова не бурить при переоценке месторождения и складировать его в нормальные условия. Все. После того, как месторождение оказалось в центральной экологической зоне, где запрещена добыча полезных ископаемых, за исключением некоторых вариантов, я не буду вдаваться в подробности, лицензия была приостановлена по их просьбе, чтобы они не оказались нарушителями, потому что они не могут производить те действия, которые требуются лицензионным соглашениям вовремя. Сколько это запрещено? Ну что же, спасибо вам большое, Евгений Владимирович. То есть лицензия приостановлена? Спасибо вам большое. И теперь у меня вопрос к заместителю руководителя, федеральной службы по надзору в сфере природопользования, к человеку, который, собственно, организует и координирует работу по осуществлению Государственного надзора за использованием охраны водных объектов. Амирхан Магомедович, вот только что вы услышали от Евгения Владимировича, что из Холодинского месторождения, из двух штолен течет желтая река, которая не замерзает при минус 50. Она богата очень вкусным кадмием, и все это добро попадает в Байкал. Как такое вообще возможно? Зачем нужны все эти водоохранные и экологические зоны? Они не работают. Это факт. Как вы это прокомментируете? Ну, во-первых, я не согласен с тем, что они не работают. Дело в том, что Евгений правильно сказал, что в 90-м году, когда геологи ушли, и фактически бросили штольни, бросили поселок, он развален. Я бывал там не один раз, и пробы отбирались от этих штолен. Это шахтные воды, по сути дела, это речки вытекающие из этих штолен. Реально оно так было еще в те времена, когда это месторождение разведывалось и изучалось в полном объеме. Я согласен с тем, что и кернохранилище, и керн должен быть спасен и сохранен. Бесспорно, это государственные ресурсы были затрачены больших объемов. Там ПДК по 5-6 превышений было по ряду параметров, в том числе по тяжелым металлам. Но и там и раньше, до разработки этих штолен, геохимическая аномалия позволяла говорить о том, что там превышение имелось и по Тие, и по реке Холодной, да и по Кичей. Естественно, геохимическая аномалия исключить было невозможно. Просто, когда он знает хорошо, я абсолютно доверяю специалисту высшего уровня, я просто хочу сказать, что штольни когда вскрыли и отсюда пошла... А там очень сильно насыщенная водой горная система вся, в целом. Поэтому и штольни, и все двора. Такая система чистки этих вод, не чистки этих вод. Если мы-то говорим о следующем, водоохранная зона, это, само собой, она была создана гораздо позже, чем были введены запреты на разработку подобного рода месторождения в центральной Казахстанской зоне 99-го года, после принятия федерального закона об охране озера Байкала. Наше мнение было следующее. Мы говорим о том, чтобы разработка такого рода месторождения можно было вести с стороны Ленского водораздела, за пределами водоохранной зоны Байкала. Либо использовали таких технологий, которые бы не позволяли сброс воды или шахтных вод в сторону Байкала. Соответственно, разработка такого рода, вообще-то говоря, она будет не очень дешевой, мягко говоря. Это непростые вещи. Амирхан Магомедович, у меня только один вопрос сейчас. Я очень серьезный. Амирхан Магомедович. Я думаю, для стратегических... Дело в том, что у нас уже эфирное время, заканчивается наши программы. У меня только один вопрос. Скажите, а вот эта река, которая наполнена Кадмием, она все-таки будет продолжать течь в Байкал? Или что-то с этим сделают? Как вы думаете? Она будет течь до тех пор, пока хозяева, имеющие сегодня лицензию, не предпримут хотя бы мер, которые бы позволили нам сказать. Если они взялись в государство, взяли эту лицензию, соответствующим образом, согласно законодательству, то приостановят ее, то начнут ее реализовывать. Но посмотрим, они должны применить были меры для того, чтобы исключить поступление. Но как это сделать? Это нужны огромные ресурсы, чтобы это прекратить. Это абсолютно геологи и специалисты-экологи прекрасно знают. Эту проблему весьма серьезно изучалось. Я могу сказать, что этот Кадмий, ну не только Кадмий, там целый букет полиметаллов идет в составе этих вод. Но это для Байкала не является смертельной нормой. Я вам могу сказать, что разбавление воды такого уровня, что он практически на Байкале не сказывается на сегодня. Другой вопрос. Если мы скроем все месторожденность, чтобы разрабатывать эти условия с независимыми технологиями, которые были, то мы, естественно, создадим колоссальную проблему. Мирхан Магомедович, спасибо вам большое. Дело в том, что у нас уже закончилось эфирное время. И здесь я хотел бы поблагодарить всех наших субъективных участников. К сожалению, не все вопросы, конечно, смогли обсудить. Но я думаю, мы еще обязательно встретимся в таком же составе. Я думаю, Мирхан Магомедович нам не откажет. Итак, я еще раз хочу поблагодарить Евгений Владимирович Теслов, российский идеолог, эколог и правозащитник. Маргарита Морозова, общественный деятель и кандидат в праймерис Единой России. Ну и, наконец, Амирханов Амирхан Магомедович, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природоиспользования. Ну и, дорогие зрители, мне напоследок что хотелось бы сказать. На самом деле я сегодня испытал шок, когда узнал, что в Байкал впадает река, в которую, в свою очередь, впадает некая желтая река, наполненная всяческими страшными отходами, вроде кадмия, с этими токсичными веществами и так далее. Но ничего, московский чиновник нас успокоил, ничего страшного, Байкал это переживет. Я думаю, все мы с вами тоже. С вами была программа «Де Факто» и я ее ведущий Борис Ангархаев.